Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в шестьдесят восьмом уроке видеокурса уникальные виджеты адобе миюз в этом уроке я хочу вам показать виджет на мой взгляд достаточно полезный обратите внимание сейчас верхушку моего сайта прокручу страницу и меня здесь такая залипшая пола полоска с текстом говорящими о том что мой браузер опера устарел и чтобы у меня все хорошо отображалась и браузер был защищен никаких уязвений нужно перейти по ссылке значит здесь мы видим обновление браузеров что это за штука с чем едят как ее настроить правильно сейчас подробно в этом видео переходим в адобе миюз и так виджеты я перенес на холст давайте посмотрим его настройки самое главное здесь понять вот эти вот опции тут к сожалению у нас не все браузеры у нас тут не хватает яндекс еще браузера ну как бы что имеем то имеем здесь в принципе вот как стоит все так можно и оставить но вот у других браузеров firefox можно поставить минимальное значение то есть смотрите что нам тут говорят все что меньше например вот семерки то есть браузер номер 7 до для этих браузеров то есть они будут считаться устаревшими и только для них для пользователей которые используют такие браузеры ниже семерки а для них будет показано это сообщение верху сайта и и если вы не знаете это explorer родной браузер windows firefox опера и сафари у нас есть можете везде в принципе поставить вот в каждом браузере минимальное значение соответственно если вы считаете что ваш контент будет работать вы прекрасно знаете в каких версиях браузера хорошо работает то можете там смело ставить вот такой например последнее значение да то есть все браузеры здесь опера например поддерживается что может произойти я уже видел такое на старых браузерах особенно на ноутбуках те кто пользуется родным браузером explorer много часть контента просто не отображается например анимация из программы engine animate который вы интегрировали в use очень часто может вообще не показываться в adobe muse на и е на каких-нибудь там шестых версиях и так далее конечно же этот виджет нужно использовать только в таких случаях есть у вас простенький сайт много виджетов там не стоит просто графика там блоки текст и так далее то конечно же не нужно перегружать свой лендинг и устанавливать этот виджет к вам то есть вот что касается верхних настроек здесь мы с вами разобрались дальше настройки они уже идут вам знакомы это просто настройка стилей но единственно здесь есть момент чтобы протестировать вот здесь есть такой пункт где написано тест вы его включаете в положение true эта опция она будет работать на все браузер без исключения то есть вы будете эту полоску видеть верху своего сайта всегда это нужно для того чтобы вы могли настроить дизайн этой полоски ну и пошли смотреть настройки дальше паддинг тест то есть паддинг это внутренний отступ для текста принципе оставляем как есть фон сайт размер текста на подложке которая у вас там наверху появится я выставлю 15 фонд color вот здесь видите тоже нельзя выбрать цвет сразу потому что виджет 14 года это видно в копирайтах давайте код цвета пропишем цвет значит текста на этой подложке я просто беру код отсюда да и прежде чем я поменяю цвет давайте сразу же вы лучше понимали я вам покажу как он выглядит по умолчанию в браузере вот он видите я шрифт уже увеличил такая подложечка она будет прилеплена когда сайт человек прокручит вниз ее будет видно всегда ее можно закрыть крестиком но она каждый раз будет появляться пока человек не сменит или браузер или не обновиться свою оперу и вот ссылочка здесь да и и тут как бы менять нельзя она ведет на страницу обновлений браузеров соответственно текст тоже менять в настройках не не получается мне такой опции там то принципе его не нужно менять там все нормально выглядит я считаю и в общем вот тут меняем этот цвет текста на подложке вы вы видели подложка такая темно-синяя шрифт из списка можно выбрать link color то есть цвет ссылки вот этого перехода в браузеры да вот этот вариант обратите внимание там у нас на подложке там где ссылка вот этот вариант текст перечеркнутый если выбрать этот вариант перечеркивание вот это вот линия но она будет над текстом а вот это нижнее будет под текстом вот я бы лучше выбрал как раз этот вариант под текстом бордер это рамка один пиксель есть можно выбрать бордер color это цвет рамки да и бэкграунд заливка вот я хочу изменить опять я иду в цвет беру свой дизайнерский цвет копировать и прописываю бэгграунд вот в принципе они все настройки давайте посмотрим вот сейчас она у нас в нашем стиле как я всегда делаю и вот вы вы видите вот эта ссылка как раз о которой я говорил узнаете как обновить ваш браузер он сейчас подчеркивается видите линии внизу а изначально текст был перечеркнут когда вы сайт запустили в интернет не забудьте вот здесь вот где опция тест вернуть в положение false тест это мы тестировали сами на всех браузер отображается чтобы эта полоска не отображалась у всех ваших пользователей но вы поняли да чтобы она отображалась только касательно вот этих вот настроек у браузерах которые устаревшие не забудьте и включить положение false вот такой вот я считаю достаточно полезный виджет на этом здесь принципе все и увидимся с вами в следующем уроке а